МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В целом, учреждение произвело хорошее впечатление. Территория, прилегающая к зданию, имеет дополнительное ограждение внутри колонии. Во дворе оборудованы детские площадки и место для прогулок. Комнаты проживания тёплые и светлые. И везде очень чисто, отмечает Дюкова. Блогер Игорь Кондрасев рассказал про самарский так называемый посёлок «Закованным забором». Речь идёт о Кирово-33 на Безымянке. Когда-то этот дом был для меня символом всего самого беспредельного, что только есть в современной жизни. В начале 40-х, ещё до войны, этот дом-посёлок был построен специально для сотрудников, обслуживающих местную канализационно-насосную станцию, которая с 1942 года гнала всякие стоки с местных заводов на Безымянские очистительные системы. Водоканалу было проще поселить своих сотрудников рядом с работой, чем гонять транспорт по бездорожью в зоне ГУЛАГа. В 1970-х годах старую станцию закрыли, построили новую. Руины же старые стоят до сих пор как напоминание о войне. Думаю, сегодня дом заселён потомками водоканальцев, пишет автор. В паблике «Самары Ньюз» соцсети ВКонтакте поведали, что сегодня в Самаре, недалеко от Хлебной площади, случился крупный пожар. Примерно в 15.30 в районе элеватора повалил дым. Очевидцы опубликовали видео. По данным МЧС, загорелась сушилка элеватора. К месту происшествия направили три пожарные машины и 10 сотрудников. Дыма очень много. Мы задыхаемся, тяжело дышать. Мы боимся выйти на улицу, пишут местные жители в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!